МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир национального телевидения Чуваши продолжает программа Акел Бусер. Если вы до сих пор не знаете, что означает это слово, прочитайте его заново наперёд. Получилась республика. Это взрослые новости на нашем телеканале. А вот о событиях в детской жизни рассказывает Акел Бусер. И мы, Никита и Данила Васильевы. Сегодня вместе с нашими помощниками, юными корреспондентами, мы познакомимся с самой читающей девочкой. Узнаем, кем хотят стать первоклассники. Выясним, имеют ли право учителя ставить оценки за поведение. И поговорим с самыми настоящими звёздами. Позади уже две недели учёбы. Ну как, ребята, вы уже привыкли к раннему подъёму и урокам? Тяжелее всего сейчас первоклассникам. Ведь у них началась совсем другая жизнь. Без тихого часа и игрушек. На первоклассник наоборот радоваться надо. Ведь у них всё новое. Порфели, школьная форма, новые друзья. А ещё для них каждый год устраивают большой праздник. Дети – наше будущее. Правда, в этом году он прошёл подождём. Но это не помешало ребятам как следует повеселиться. Вот уже третий год. В начале сентября Красная площадь Чебоксар превращается в огромную аллею первоклассников. На этом баннере написано, кем мечтают стать все новые ученики. Оригинальную идею праздника придумали в компании «Инфолин». Мы хотим в этот день показать нашему городу наших первоклассников. У нас представлено 51 школа, 203 класса. Это все школы нашего города, более 5000 первоклассников. И наши сотрудники в каждой школе делали фотографии всех первых классов и приглашали на праздник. А сегодня, 5 сентября, мы организовали 30 площадок по профессиям. Это самая популярная профессия тем, кем мечтают стать наши первоклассники. Банкиры, спасатели, водители, актёры. Врачи с удовольствием рассказывали о секретах своих профессий подрастающим коллегам. Я сегодня хочу показать деткам, что наша профессия очень интересная. И чтобы они в будущем задумывались о выборе этой профессии. Да, Витя? Хочешь быть врачом? У меня тоже детка, что мне есть. Да. Да, она хочет. Я посмотрела, как лечат стоматологи. И подумала, что быть стоматологом – это полезно. Лечить зубы взрослым и детям. А на этой площадке собрались будущие ученые. Смотрите, наша птичка летела-летела и решила отдохнуть на наших пальчиках. Упадет, нет? Проведем эксперимент. Посмотрите, наша птичка не падает. А все дело в том, мои хорошие, почему так у нас происходит. Потому что в клювике находится центр тяжести. А у нас центр тяжести в ножках. Мечты у первоклассников разные. В рейтинг самых необычных профессий попали волшебник, министр экономики, трясировщик дельфинов, мама. Перед вами будущий шеф-повар. Ну, шеф-повар, он прям, что... Повару будет только готовить, а только пробовать. Работа тематических площадок – только часть праздника. Среди сюрпризов номера лучших творческих коллективов. Розыгрыш призов, дегустация детских напитков. Мы сегодня увидели здесь пожарную машину. Военную. Военную машину. Нашли себя на фотографии. Вот приехали специально посмотреть. Сотрудники компании «Инфолинк» верят, что детские мечты обязательно сбудутся. Главное – успеть загадать желание, пока в небо поднимаются тысячи воздушных шаров. Не говори про счастье. Пусть детские мечты обязательно исполняются. Ребят, кто хочет смерть. Не говори про счастье. Ребята, чтобы не случилось беды, всегда смотрите на светофор. Переходите дорогу только по пешеходному переходу и носите светоотражающие маячки. Как известно, есть свои правила поведения и в школах. Нельзя опаздывать на уроки, драться, бегать по коридорам, использовать телефон во время уроков, спорить с учителем. Но каждый раз находится кто-то, кто эти правила нарушает. Думаю, учителям хочется поставить школьным хулиганам огромные двойки за поведение. Но можно ли это делать? Давайте выясним. Бегал на уроке физкультуры и за это получил двойку. Подобные истории происходят не только в анекдотах, но и в жизни. Скажи, тебе или твоим одноклассникам ставили оценки за поведение? Когда учителя плохое настроение и наши мальчики шумят, то да. Да, я получала двойки, и весь класс мой получал двойки. Мы такой класс, как сказать, любим драться, бегать. И когда мы, скажем так, получали двойки, мы успокаивались. Усидели у директора, писали объяснительные также. Но были родители собрания. Скажи, тебе или твоим одноклассникам ставили оценки за поведение? Нет, я такого никогда не припомню точно. Им делали замечание, но оценки никогда не ставили. У меня такого никогда не было. Но мой брат, он танцевал на парте. И это было на перемене, учительницы не было в классе. Все это, конечно, было законспирировано. Но одноклассники рассказали, это все учительницы. И после этого ему поставили двойку, за что мама его очень сильно ругала. Нам не ставили пятерок, только за плохое поведение двойки. Я не исключение, у меня они тоже были. У меня были за то, что мы с друзьями сыграли в мяч в классе. За это мне поставили двойку. Не только мне, и моему лучшему другу, и моим одноклассникам остальным. Был такой случай, что мы с всем классом случайно навалились на одно окно, и оно разбилось. Слава богу, никто не выпал, но некоторым поставили двойки по поведению. Да, неоднократные случаи в нашей школе были. Мои одноклассники иногда абсолютно сходят с ума, одевают стулья на голову и на ноги, и из-за этого им ставят двойки по поведению. Вот если честно, поставить им двойку за четверть, в следующем классе они будут точно такие, из-за них не изменятся. Двойки на них не влияют. А теперь давайте узнаем, законно ли ставить оценки за поведение. За комментарий мы обратились в Министерство образования Чуварской Республики. Нет, это незаконно. Оценки нужно ставить за знания детей, а не за то, как он себя ведет. Учитель должен уметь налаживать отношения в коллективе, а дети же должны себя нормально вести. И поведение в этом контексте не должно становиться поводом оценивания по определенному предмету. Нужно здесь сказать, что школа имеет право ввести оценивание поведения, но эта оценка не должна влиять на оценку по предмету. Оказывается, учителя могут ставить оценки за поведение, но не по своему предмету, а отдельной строкой в дневнике. Ну а нам с вами надо этой строки избежать. Лия Макарова, Андрей Шоклев, Акилбупсер. В России продолжается год литературы. Для того, чтобы выяснить, много ли читают современные мальчишки и девчонки, взрослые придумали конкурс «Самый читающий школьник». Одной из победительниц этого конкурса стала 8-летняя Женя Михайлова из Канашского района. Девочка заняла 5-е место среди школьников нашей огромной страны. За год Женя прочитала почти 500 книг. Через книги можно многое узнать. Некоторые книги мне уже помогали в жизни. Женя любит рассказывать содержание книг своим одноклассникам. Многие из них, по примеру, подруги, тоже стали больше читать и записались в библиотеку. Бумеранг Вы знаете, что это такое? Правильно, бумеранг. В прошлом метательное оружие воинов, а сейчас просто игрушка. Если запустить бумеранг правильно, он вернется назад. Не получилось. А еще бумеранг – это название форма детского и юношеского экранного творчества. Там, где собираются дети, которые учатся снимать кино и телепрограммы. Проходит бумеранг на Черном море в одном из лучших в игре России «Орленок». В этом году там посчастливо исплывать и чебоксарским ребятам, корреспондентам программы «Акелбупсер». Море, солнце, красота. Но кто летом учится? Мы, потому что хотим выпускать самые интересные детские программы. И таких, как мы, сотни ребят со всей России. Форум «Бумеранг» проходит в «Арленке» уже 10 лет. Его придумал и успешно возглавляет известный кинорежиссер Владимир Грамматиков. В это время начали мощно развиваться цифровые технологии, форматы камер новые, монтажки. И дети, да и взрослые получили возможность снимать любительское кино уже почти профессионально. И это имело такое мощное распространение. Я узнал, что в России существует около 110 студий, которые занимаются любительским кинематографом. Мультики делают, документальное кино, игровое кино и телевизионные программы. И вот тогда пришла идея сделать форум «Бумеранг». Как известно, в школах не учат писать сценарий или правильно держать микрофон. Зато этому учат на «Бумеранге». Юные актеры, телеведущие, режиссеры только и успевали посещать мастер-классы. Как снять видео, которое взорвет интернет? Сначала надо разобраться, чем ролик отличается от большого кино. Значит, фильма дать думать, дать многоплановость. Ролик выделяет только одно, и он побуждает к действию. Сделай, купи, пойди, найди. Вот это делает ролик. На форуме «Бумеранг» никого не удивляют карлики, которые попали в огромный кипящий чайник великанов. Подобные упражнения не только веселые, но и очень полезные, развивают артистизм. Заглянем и на мастер-класс по фотографии. Сегодня будем учиться делать портреты. Граница между вот этой форуме и вот этой. В чем? Эмоции. В чем? Кто сказал? Эмоции. То есть нам, в принципе, по большому учету, не обязательно даже иметь суперкрутую технику. Если мы знаем, что фотографии важнее эмоция и вот какое-то дополнительное содержание, чем просто техническая качество. После теории – практика. Расскажу вам еще одну хитрость красивого портрета. Никогда не фотографируйте людей в самом центре кадра. Лучше немного сместить их в сторону. Мы справились. И тут же в Орленке сделали для своих снимков фоторанку из картона и множество ракушек. Когда инженеры придумывали подводную лодку, большую железную конструкцию, которая тонет в случае необходимости, то есть уходит под воду, да, в случае необходимости всплывает, они брали пример вот с этого моллюска. Этот моллюск может ползать по дну или подниматься в воду высоко и плыть. У нее внутри есть небольшие такие камеры, куда этот моллюск закачивает или в воду, или в воздух. Кстати, художник Орленка Александр Семенов родом из Чувашии. Он мечтает построить в родном Шмушинском районе школу для юных художников и уже нарисовал множество пейзажей для его интерьера. Добро пожаловать, ребят, на наш автогород. Здесь мы с вами сегодня проведем занятие по управлению автомобилем в городских условиях. Вы сами почувствуете себя водителями и будете слушать то, что вам говорит инструктор, который будет рядом с вами сидеть. И также у вас будет возможность прокатиться вот на этом вездеходе по трассе международного уровня. Километр 850 метров это расстояние, которое мы с вами преодолеем на этой машине. Потом мы заедем на лесной участок, где вы сможете посмотреть, на что вообще способен этот вездеход. То есть мы спустимся с такого крутого склона и потом поднимемся на крутой уклон. То есть там даже и пешком сложно будет сойти, а на этом вездеходе мы сможем спокойно с вами проехать. Потому что у него есть полный привод, у него есть высокий клиренс и, собственно, очень мощный мотор. Как вы видите, мы не только учились. Мы пели песни под гитару, играли в озертак, покоряли веревочный городок и даже посмотрели выступления сотрудников отряда полиции особого назначения Краснодарского края. Редактор субтитров А.Семкин и вы тоже увлекаетесь журналистикой, снимаете или монтируете видео, знайте, талант надо развивать. И в этом вам могут помочь на форуме «Бумеранг». Он возвращается в Орленок каждый год. На него Сергеев Андрей Шоклев, Акилбупсер. Вот интересно, сколько звезд на небе. Это никому не известно. Но больше, чем на земле. Брат, ты что путаешь? Какие звезды на земле? Такие, каких часто по телевизору показывают. Звездами называют известных артистов. Есть даже особая звездная болезнь. Тот, кто ей заразился, считает тебя лучше других, задирает нос и не общается с другими незвездными людьми. Хорошо, что нам и нашим друзьям всегда попадались здоровые звезды. И они с удовольствием отвечали на кучу наших детских вопросов. Звезда номер один. Телеведущая Ангелина Вовк. Наши родители прекрасно помнят ее в передаче «Песня года». Ангелина Михайловна вела ее более 35 лет. Это достижение даже внесено в книгу рекордов Гиннеса. В Орленке телеведущая возглавляет свой детский вокальный фестиваль «Песенка года». Поддерживает талантливых музыкантов. Как вы думаете, все ли дети могут петь? Или это особенно какой-то дар? Ну, ты знаешь, утверждают очень многие, что дети очень талантливы от природы. У них есть все таланты. И способность к пению, к танцам, к рисованию, к математике. Но для того, чтобы ребенок развил в себе тот или иной талант, этим нужно заниматься буквально с самого раннего возраста. Буквально с двух лет. Понимаешь, надо уже с ребенком заниматься музыкой. Тогда у него или рисовать его учить, или математики. Надо пообщаться со своим ребенком и понять, к чему он больше тянется сам. И вот это направление нужно развивать. А петь, мне кажется, может всякий. Но другое дело, что если он не развивал свой голос, он не сможет подарить людям радость от своего исполнения. Но для своих друзей, почему не спеть под гитару и не подарить им несколько счастливых мгновений. Я считаю, что песня, она нужна всегда. И взрослым, и детям, и тем, кто умеет петь, и тем, кто не умеет петь. Так что, если ты не поешь, учись и пой. Проснись и пой. Мы собираем мнение звезд о том, что для них счастье. А вот что для вас счастье? Ты знаешь, трудно, конечно, дать определение этому слову. Но вот на данном... Ведь каждый человек живет, он меняется, меняются обстоятельства, меняются окружения, все меняется. Вот мне на данный момент для меня будет счастьем, если мои девочки будут, внучки, учиться на пять, если они поступят в институт и будут достойными гражданами России, красивыми, не пьющими, не курящими, не ругающимися матом. Вот это для меня будет счастье. Девочка должна быть женственной, красивой и никогда не позволять себе вот таких... Ругаются матом иногда и курят, и пьют, и наркотики. Это же вообще кошмар. Это же все смерть. Смерть души, смерть человека. Вот я с вами полностью согласна, Ангелия Михайловна. Ты, надеюсь, не куришь? Нет, конечно. Ты не собираешься пробовать? Нет, я за ЗОЖ, я занимаюсь танцами и вокалом, мне нельзя. Умничка. Что значит нельзя? Нельзя не потому что этим, потому что это плохо. Это плохо, да. Нельзя заниматься тем, что плохо. Да, я с вами полностью согласна. Да, умница. Передайте, пожалуйста, привет всем чебоксарцам. Я желаю, чтобы в вашем городе было как можно больше таких талантливых детей, которые бы делали что-то полезное для себя, для школы, для родителей, для семьи, чтобы не тратили время, оно быстро летит, ребята, чтобы не тратили время на разные глупости. Не надо. Время – это самая дорогая вещь, которую человек имеет. Поэтому занимайтесь творчеством, учитесь на отлично, делайте свое дело на пять, любите и уважайте своих родителей. Ну, будьте красивыми людьми. И тогда счастье придет в ваш город, в ваш дом, в вашу семью. И никогда себе плохого не позволяйте. Звезда номер два. Певица и заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко. В Орленок часто приглашают знаменитых людей, чтобы ребята видели, что успех обязательно придет, если не будешь сидеть сложа руки. В лагере Татьяна с удовольствием исполнила свои хиты. Колечко, школьная пора, за Розовым морем. За Розовым морем на сине побережье, в Караме борются селевый городок. Живет там девчонка, и вечером с надеждой приходит с гитарой В Орленок. Были ли у вас когда-нибудь на сцене необычные ситуации? Сломался каблук, отключили микрофон? И это было, и то было, и падала я на сцене, и мимо. Вот видел, я там со сцены люблю бегать в зал, и в одном из городов, обычно ступеньки так стоят, когда мне удобно спускаться, а в одном зале они были вовнутрь, я не заметила, и так прямиком и пошла. Упала прямо на первый ряд, вот сидели ребята, я в микрофон вверх, а сама в бум. Так что всякое бывало. Для меня счастье, это означает дойти в жару до фонтанчика. А что вы думаете? Ой, я такое же счастье, как ты. Я тоже хочу в фонтанчик дойти, это будет самым большим, или до моря, дойти и воду искупать. Любишь воду, купаться любишь? Да. И я тоже. Пожалуйста, передайте привет чебоксарским поклонникам, и приезжайте в Чебоксары. Спасибо, вы тоже. Спасибо, дорогой мой, я тебе желаю удачи, огромного роста и творческого, и, конечно, радовать своих родителей. Мне очень приятно было с тобой общаться, и с твоего позволения, чебоксары дорогие, всем жителям, всем моим поклонникам я хочу передать поклон из этого замечательного места, пожелать вам всем счастья и радости. Пусть бывают все ваши мечты, и почаще садится бабочка или стрекоза на лоб. Звезда номер три – Владимир Грамматиков. Актер, драматург, режиссер. Один из его самых знаменитых фильмов – комедия «Усатый нянь». Сейчас Владимир Александрович работает на телеканале Disney. Он делает все возможное для того, чтобы в России снимали как можно больше фильмов и программ для детей. Напомню, именно он возглавляет форум «Бумеранг». Часть удовлетворенность себе любит, чаще всего. Это достигнутая цель, это реализованная мечта, потому что мы все строим себе планы. Можно сделать какие-то нереальные планы и вечно быть неудовлетворенным. Мы один очень близкий друг, у меня был такой период, когда что-то много было всего, и как-то я не мог этот пазл собрать в одну картинку. И он говорил, Володя, ты когда ложишься спать, ты построй завтрашний день, но не перегружай его, потому что если ты сделаешь какие-то неосуществимые желания, то ты будешь неудовлетворен вечером, когда ты ляжешь, и это будет тебя гнобить, и это будет тяжело тебе засыпать, и еще сложнее будет просыпаться. Ставь реальные планы. Вот я его послушал и научился ставить реальные планы. И тогда я вечером засыпаюсь счастливой, сделаю планы на завтра, осуществляю их и вот так двигаюсь. На сегодня это все. Увидимся, как всегда, на национальном телевидении Чуваши или в интернете. Ребята, будьте активными, рассказывайте нам о своих новостях, задавайте вопросы. Мы с удовольствием приедем на съемку в вашу школу или кружок, так что ждем приглашений. Учитесь на пятерке, помогайте родителям и не ссорьте с друзьями. До свидания! Вашего приглашения в школу или кружок? Ой, Сноб, чего я говорю? Сюда кидай просто, иди сюда. А если я в секунду попаду или планшет? Сильно не кидай, вот сюда в пол кидай. Как родненько. Вот так так. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ